Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на канал Limit Games Projects. Меня по-прежнему зовут Владимир и мы продолжаем изучать RPG Maker MV и базу данных с её интерфейсами. Сегодня мы поговорим сразу о трёх вкладках предметы, оружие и броня. Дело в том, что все эти три вкладки относятся скорее к одной группе, так как чисто технически всё это вместе можно назвать предметами, но трудности перевода, как всегда, дают о себе знать. Что ж, давайте начнём и начнём, пожалуй, с вкладки предметы. Говорить о том, что в первом столбике, на мой взгляд, уже просто нет смысла. Это полный список предметов. Заострять внимание мы здесь не будем. Наверное, единственное, что мы проверим, да, действительный максимум возможных предметов. Это 2000. Будете знать. Давайте-ка мы изменим обратно на 4, чтобы не загружать вас в данных. Итак, здесь всё понятно. Ну, а далее будем разглядывать основные настройки и прочие истории. Итак, первый блок. Тут, как и везде, название, описание и иконка предмета. Рассказывать и уточнять что-то особого смысла тут я не вижу. А вот далее уже идут те самые настройки, которые и отвечают за всякие важности. Но давайте всё-таки немножечко по порядку. Итак, тип предмета. Здесь у нас есть обычный предмет, важный предмет, скрытый предмет типа А и скрытый предмет типа Б. Это всякие настройки для того, чтобы дать определенные тонкости использования, нахождения и так далее. То есть, грубо говоря, это некоторые варианты редкости, некоторые варианты каких-то квестовых, не квестовых вещей. В общем, здесь мы более подробно говорили в уроке про типы. И, возможно, ещё поговорим в будущем, когда будем создавать какую-то небольшую сцену или применять знания на практике. Далее. Цена. Здесь выставляется конкретная цена, которая будет использоваться в магазинах. Ну и от неё ещё будет плюс-минус в зависимости от того, какую формулу магазину вы зададите. В общем, это стандартная цена предмета. Тут всё вроде как понятно. И далее самое, наверное, важное. Это потребляемое. Странно, да? Так скажем, переведено. Ну, как переведено, так переведено. Это окошечко. Можно выбрать здесь да или нет. Оно отвечает за то, используется предмет или просто лежит в инвентаре. Точнее так. Пропадает ли он после использования? Если стоит потребляемое, да. То есть после употребления предмета или использования, что, на мой взгляд, более подходящий термин. Вот. И, собственно говоря, предмет будет исчезать. Далее. Здесь уже привычные нам по навыкам область действия и доступность. Тут, как всегда, выбирается либо противник, либо союзник, либо все, либо не все. И то же самое, доступность предмета. Это экран битвы, экран меню или никогда. Да. Куда более интересная, можно сказать, вкладочка вызов. Она не сильно отличается от вкладки вызова в тех же самых умениях. Здесь у нас скорость применения. Если она применяется, например, в поединке, это будет важный параметр, так как он будет отвечать за эти самые начисления и использование ходов, очереди и т.п. Успех, соответственно, от 0 до 100. Повторять это количество повторений, в которые просто применяться будет одно и то же применение. Ну, допустим, у вас есть потребляемое, да, и вместо одного он там 3 раза используется. Ну, мы об этом говорили, в том, что можно будет назначать какие-то уровни, да. В предметах же можно будет обыграть, например, редкость, да. Но если это мощный большой эликсир, то его можно будет применить 2-3 раза. Прирост типов, если они нужны, окей, если они нужны, то и не нужны. Ну, а далее уже тип удара, да, то есть точное попадание, магическое, физическое и т.д. И анимация, выбор анимации здесь из списка готовых. В нашем случае стояло исцеление, его пока и оставим. По сути, основные настройки на этом заканчиваются. Здесь особого, так сказать, большой разницы с навыками нет. И, в принципе, дальше многие вкладки будут очень-очень похожи, по крайней мере, которые связаны с созданием персонажа и используем каких-либо предметов. Далее у нас идет урон. И здесь очень странно, да, мы можем наносить самому себе урон или восстанавливать ХП, да, или там ОМП. То есть мы можем наносить урон. Для чего это нужно? Ну, например, для какой-то интересной истории, чтобы прописать какую-то интересную формулу, которая будет взаимодействовать с вашим персонажем в зависимости от какой-то рандомной истории или от какого-то показателя и так далее и тому подобное. То есть если в нашем случае зелье просто восстанавливает 500 ХП и это записано в эффекты, то тот же стимулятор, да, во-первых, удаляет состояние нокаута 100%, да, но при этом выдает вот восстановление ХП с какой-то формулой. То есть тут конкретно цель, в общем, применение, деленное на 2, там, Макс ХП, цель применения, деленное на 2. Вероятность, соответственно, 20% на критический удар, хотя его, в принципе, быть и не должно. В общем, здесь тоже, да, мы просто играемся. В эффектах мы уже сто раз это все обсуждали и говорили. Здесь более подробно мы поговорим, когда будем создавать что-то интересненькое. В умениях мы поставим просто усиление Макс ХП на 5 ходу. В общем, здесь тоже все понятно. И, конечно же, наш блок примечания, он никуда не девается, он все еще здесь, он все еще с нами. Наш любимый блок примечания, и мы знаем, что с ним делать. Окей, погнали дальше. И в оружии, в принципе, все то же самое, что в предметах. Но если обратите внимание, единственное, что убран урон, собственно говоря, и вместо эффектов есть особенности. Особенности такие же, как были в умениях или в персонажах. Единственное, что здесь изменено, да, это вместо выбора цели и, соответственно, потребляемости у нас просто есть выбор анимации и тип оружия вместо типа предмета. По сути, здесь все остальное совершенно идентично, вы можете посмотреть. Окей, и, конечно же, здесь у нас каждый предмет, в том числе и броня, могут изменять параметр при ношении. То есть, вот у нас есть атака, защита, магическая и атака. И защита, соответственно, ловкость, удача, максимальное ХП, максимальное МП. Все это просто то, что будет давать предмет. Как видите, стандартные предметы, они все используют одни и те же схемы. 10% от... 10% урона дает, и здесь просто различается суть повреждений, да, ну, физические или физические, потому что других типов мы не задали. Если бы мы задавали, например, типы урона другими, да, какими-либо типы умения могли бы использовать. То есть, здесь все, в принципе, ровно, ровно то же самое, да, что и во всех других типах, умениях и местах. Ну, и, конечно же, мы можем настроить элемент атаки. То есть, мы можем взять, например, свет, да, поставить. Луки будут стрелять с светом, с шансом попадания, там, плюс 10, точность повышенная, да, и так далее и тому подобное. Здесь, в принципе, все то же самое, ничего нового, ну, по сравнению с теми же, например, умениями, да, или классами, и те же самые особенности, и вот эти самые истории. Например, мы можем создать оружие, особенностью которого будет плюс 5 к точности, да, или минус 5 к точности, а у класса героя будет наоборот, плюс к точности, и таким образом они будут друг друга компенсировать. В общем, можно что-то придумывать и сделать. По сути, с оружием здесь тоже все понятно. Давайте перейдем к броне. И с броней еще проще. Здесь ровно то же самое, что и с оружием, только используется тип брони и, соответственно, тип экипировки вместо типа оружия и типа урона. Ну, и, конечно же, дополнительные параметры тоже указываются в особенностях. И вкладочка примещания никуда не делась, и там, и тут она есть. И она нужна для того, чтобы вписывать всякие интересные скриптовые истории. И, пожалуй, здесь можно заканчивать, потому что, по большому счету, в данных трех вкладках больше сказать нечего. Уже далее пойдут более интересные истории. Это всякие противники и отряды, а потом уже пойдем по состояниям и прочим всяким вкусностям, которые уже непосредственно будут более сложными, более интересными, чем простецкие предметы. По сути, их все три можно было бы объединить в одну, но вот разработчики решили таким образом упростить жизнь нам и, соответственно, добавить отдельные вкладки для каждого из типов предметов. Назовем это так. То же самое касается оружия и брони и предметов. Максимальное значение может быть 2000, соответственно, более 2000 оружий, брони и типов, брони и предметов мы не создадим. На этом будем заканчивать. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки или дизлайки, если не нравится, писать комментарии и, в общем, задавать свои вопросы, потому что постепенно мы заканчиваем изучение самого базового интерфейса, интерфейса базы данных и потом уже будем смотреть, что там есть в ивентах, чтобы разобраться, что к чему. И, конечно же, уже после этого начнем использовать, комбинировать наши, так сказать, полученные знания об интерфейсе с практическими какими-то решениями задачек. И здесь хотелось бы, знаете, чтобы вы, так скажем, задали какие-то конкретные вопросы, что вас интересует, чтобы я мог уже потом, когда мы будем совмещать знания теоретические с практическими, более какие-то конкретные задачи мы с вами решали. Что ж, на этом все. Будем прощаться. Пока-пока и скоро увидимся.